Доброе утро, Севастополь! Я по-прежнему в гостях у замечательного специалиста по массажу лица Юлии Корниенко. Юлия, доброе утро! Доброе утро, Маша! Очень хочу, чтобы вы поспешили, поторопились с полезными советами для нашей красоты, для красоты девочек, молодости лица. Маша, сегодня очень полезный совет для деликатной зоны вокруг глаз. Я уверена, что нас смотрят женщины постарше и погладше, и те, кого уже коснулась проблема гусиных лапок, и те, кого это только ждет. Поэтому я сегодня бы хотела поговорить о том, что не нужно дожидаться, пока гусиные лапки появятся, можно этот момент компенсировать. Мы все знаем, когда-то занимались спортом, может быть, ходили в тренажерный зал, мы знаем, что за любой активностью мышцы должна последовать фаза ее растяжения и расслабления. Тогда мышца выглядит красиво и потом будет как бы сохранять форму. Правильно? Абсолютно согласна. То же самое работает и для области глаз. Мы очень активно используем глаза в нашей жизни, и много работаем мы за компьютером, и читаем, и делаем какую-то мелкую работу, может быть, профессия связана. Смеемся, в конце концов. Да, кроме того, у нас есть подруги, есть дети, друзья, с которыми мы прекрасно проводим время, и бывает, что так насмеешься, что тут прям появляются лучики на все лицо. Да, да, это верно. Или на солнце, когда на пляже очень долго лежишь, понимаешь, что вот прям... Да. Когда вы почувствовали, что у вас вот это вот напряжение в глазах уже накопилось, нужно быстро сделать компенсацию, чтобы просто эти морщины не заламывались. Так, что мы делаем? Мы берем вот такие, формируем вот так жестко пальчики. Указательный пальчик мы кладем на брови, или на брови можно чуть-чуть. Большие пальчики кладем на глазницу вот сюда, да, на косточки. И теперь делаем глаза большими, вот так больше, но больше, больше, больше. Можно прям попульсировать несколько раз. Так, раз, два, три. И отпускаем. У меня получается? Отлично, получается, Маш, отлично. Так. Все, расскажи, что чувствуете. Ох ты, интересное ощущение, как будто взгляд стал яснее, ярче. Распахнутее. Распахнутее. И как будто действительно ушло напряжение. То есть вот мы понапрягали его на сопротивлении, и после этого я действительно почувствовала себя хорошо. Вот такое простое упражнение, то есть можно его сделать сразу после того, как вы понапрягали свои глаза. Это гениально, Юлечка, огромное спасибо вам. Ваши советы всегда очень полезны. Они очень быстрые и применимы в любой ситуации, как мне кажется. Хорошего вам дня. И вам, Маша, тоже. Распахнутее.